Привет, друзья! Подписывайтесь на Телеграм, становитесь спонсорами на Ютубе кнопкой ссылки под видео. Конституционный суд сообщает, что обращение будет рассматриваться с 10 по 17 мая в зале заседаний суда. Отмечаем, что в зал заседаний Конституционного суда будут иметь доступ только приглашенные лица, заявили в ведомстве. Заседание будет транслироваться в прямом эфире онлайн, передает Радио Молдова. Напоминаем, в ноябре прошлого года правительство направило в Конституционный суд. Обращение относительно проверки конституционности политпартии Шор. По мнению властей, есть аргументы, которые показывают, что во всей своей деятельности формирование действовало вразрез с принципами верховенства права и ставит под угрозу суверенитет и независимость Республики Молдова. Инициатива Министерства юстиции была квалифицирована партией Шор как еще одно серьезное злоупотребление со стороны правительства ПАС. Позже Конституционный суд запросил мнение Венецианской комиссии по этому поводу. Европейский институт заявил в своем мнении, что объявление политпартии вне закона ущемляет основные права и свободы человека, поэтому такое решение должно быть законным, правомерным и соразмерным. Конституционный суд решит, оправдано ли объявление этого формирования вне закона, по мнению Венецианской комиссии. Напоминаем, антикоррупционная прокуратура возбудила несколько уголовных дел о незаконном финансировании партии Шор. Вице-председатель политпартии Шор Мариана Таубер была задержана в июле прошлого года после того, как парламентарии лишили ее неприкосновенности. Власти также обвиняют формирование в том, что оно является частью плана Москвы по дестабилизации внутренней ситуации, в том числе путем организации акций протеста. Отметим, ранее Молдова запросила международный режим санкций для молдавских олигархов и, в частности, для Шора, дело которого уже несколько лет затягивается в национальных судах. Молдаване задаются вопросом, почему осужденному олигарху не выносят окончательное решение, а другим гражданам, осужденным за мнение тяжкие преступления, решения выносятся вовремя. Сказал Попшуй на пресс-конференции совместно с депутатом Европарламента Зигфридом Муришаном, пишет Real TMD. «Мы хотим такой режим, который, с одной стороны, значительно затруднит олигархам возможность тратить деньги, а с другой станет стимулом, четким сигналом для судебных органов Молдовы в том, что они должны делать свою работу». Апелляционная палата не вынесла решение после того, как суд первой инстанции признал его виновным еще семь лет назад. «Стыдно за судебную власть в республике, поэтому назревает необходимость проведения радикальных реформ. В связи с этим политик подчеркнул, что нашим приоритетом является реформа правосудия, чтобы у нас больше не было простыдных ситуаций, когда олигарх в конечном итоге затягивает процесс на неопределенный срок. Шор был приговорен судом к семи годам лишения свободы за мошенничество и отмывание денег. Решение суда было оспорено и до сих пор нет окончательного вердикта, поскольку рассмотрение дела было передано из Кишиневской апелляционной палаты в Кагул, а затем снова в Кишиневу». Антикоррупционная прокуратура сообщила 10 марта, что состоялось новое судебное заседание, на котором адвокаты Шора завершили стадию представления доказательств в поддержку хододайства своего клиента. Следующее судебное заседание в Кишиневской апелляционной палате назначено на 12 апреля этого года в 10 часов утра. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и ставьте лайк.